всем привет меня зовут смирнова анна я врач офтальмолог и мне часто стали поступать вопросы про блефоропластику делаю ли я блефоропластику сама вот могу ли дать какие-то рекомендации и так далее и вообще зачем это нужно делать когда это нужно делать сразу оговорюсь я не практикующий хирург я умею делать какое-то количество манипуляций но блефоропластикой я не занимаюсь и с блефоропластикой лучше обращаться к профессиональным хирургам которые этим давно занимаются ее делают либо челюстно-лицевые хирурги либо офтальмологи хирурги очень важно правильно выбрать хирурга посмотреть отзывы о нем потому что очень сильно зависит от мастерства от уровня количества проведенных операций сложности операции и поскольку у нас глаза это все-таки самое скажем так обращающая на себя внимание часть тела то очень важно чтобы там не осталось никаких рубцов соответственно блефоропластика может быть верхних век нижних век может быть обоих век одновременно когда она делается грубо говоря можно выделить два показания медицинские показания и эстетические показания с эстетическими показаниями все просто когда у нас кажется когда у нас появляются мешки под глазами когда у нас нависают верхние веки хочется омолодеть взгляд конечно можно сделать блефоропластику если состояние здоровья и глаз позволяет вы должны быть абсолютно здоровы у вас не должно быть никаких обострений хронических заболеваний у вас не должно быть никаких активных инфекционных процессов на момент проведения операции поскольку все это влияет на заживление обычная блефоропластику нижних век делают трансконъюнтивально то есть через конъюнтиву заходят убирают лишний жирок который у нас пролоббируют из орбиты с возрастом подтягивают веки немножко и соответственно там не остается рубцов а верхние веки часто делают по складке то есть убирают лишнюю кожу а рубчик оставляют там где делают его внутрикожным швом и оставляют в складке чтобы не было видно обычно рубцы после блефоропластики рассасываются буквально там в течение двух недель отек уходит и все хорошо заживает это что касается эстетики то есть здесь в принципе ограничений по большому счету нет что касается медицинской блефоропластики здесь основное показание это нарушение выполнения век своих функций то есть если у нас веки плохо закрываются есть какие-то изменения травматические например у вас была травма века и теперь она плохо закрывается глаз в этом месте сохнет или это после после воспалительные какие-то после воспалительные изменения например бывает что после тяжелого ячменя или множественных халязионов деформируется века и она тоже перестает выполнять свою функцию то есть веки смыкаются не полностью глаз начинает сохнуть проблема в том что при этом начинает и сохнуть роговицы это жуткий дискомфорт а в плохих ситуациях это может приводить к снижению неузрения такой ситуации мы оцениваем насколько у нас вообще процесс завершился потому что если у нас еще идет воспалительный процесс рубцевание будет очень активно и мы можем получить более тяжелую ситуацию еще более худшую ситуацию чем то что у нас было до а если у нас идут какие-то новые образования на веках мы тоже смотрим что это за новообразование одно дело когда это какие-то доброкачественные папилломки которые мы просто можем прижечь удалить и все а другое дело если мы понимаем что это какая-то недобрая штука или злокачественная уже мы это видим здесь у нас уже будет совершенно другая тактика также в медицинской блефаропластике по медицинским показаниям используется перемещение лоскута то есть здесь более требуется больше мастерства скажем так и лучшее понимание того откуда мы будем брать этот кожный лоскут как мы будем его переставлять к как подшивать очень хорошо это делают в клиниках которые занимаются именно такой реконструктивной хирургии которые знают как все это работает и уж тем более которые совместно с челюстно-лицевыми хирургами всем этим занимаются в этой ситуации очень важно понимать что дальше у нас будет с веками будет ли у нас какое-то лечение если у нас злокачественного образования будет ли у нас лучевая например терапия на эту область поскольку все процедуры которые мы будем потом проводить на веках могут приводить к их воспалению к их деформации и здесь конечно очень важно оценивать перспективы отдельно у нас стоит логофтальм поскольку здесь веки с одной стороны у нас полностью нормальном состоянии но при этом глаз не закрывается вот логофтальм очень часто бывает паралитическим после каких-то травм или операции на лицевом нерве либо на его корешках это при каких-то инсультах головного мозга или новообразованиях либо это бывают какие-то последствия травм в области лица в такой ситуации мы можем действительно сделать тоже блефаропластику но которая у нас удлиняет веки за счет грузика если это верхняя века или подтянуть нижнее веко немножко уменьшить и разы ну как бы получается мы уменьшаем глазную щель за счет либо верхнего либо нижнего века либо обоих сразу наша основная задача в такой ситуации чтобы глаз начал все-таки закрываться чуть лучше восстановилась питание роговицы и эпители которые повреждаются при вот таком несмыкании век все-таки начал активно у нас восстанавливаться все это естественно нужно делать у специализированных хирургов которые имеют практику это могут быть отдельно детские хирурги если у нас имеется ввиду ребенок либо это взрослые вот люди чаще это много профильные клиники можно конечно обращаться за простыми каким-то ситуацией в монопрофиль вот но если у вас какое-то сочетанное заболевание там или это новообразование какие-то очень часто монопрофильные глазные клиники не соглашаются не хотят брать не хотят связываться либо делают биопсию а дальше отправляют лечиться все равно в широкопрофильные или специализированные стационары поэтому очень важно выбрать хорошего врача а вот по блефоропластике эстетической это вдвойне важно поскольку переделывать блефоропластику очень тяжело ткани на веках не так много и любые рубцовые изменения приводят к тому что повторную операцию будет делать крайне тяжело и неприятно ну и соответственно осложнение блефоропластики несмыкание века но тоже дополнительно приносит нам очень большие проблемы офтальмологом с сухим глазом с последующим дискомфортом вот поэтому очень важно выбирать правильного хорошего хирурга с хорошими отзывами возможно у которого уже были скажем так ваши друзья или там родственники а вообще хорошо если вы не болеете будьте здоровы